Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами был Линес, и сегодня мы смотрим Tokyo Dark, еще одну концовку. Самое интересное то, что перепроходя игру, мы видим то, чего не было до этого. Только вот с историком мы сейчас разговариваем, и был до этого коллекционер, и с коллекционером разговаривали, и он нам давал понять, что мы как бы идем по второму кругу. И говорил, типа, ты понимаешь, типа, что ты поехавшая и тому подобное, что братишка покушать принес и всякое такое. И вот Алоэ, кстати, у меня тут и издевается, но вы ее не видите. Вот, и вот историк тоже начинает говорить, и Ита уже сама осознает, что она в этой истории уже была. И опять же, про Коменд Кай начинает разговаривать и всякое такое. Я вот, честно говоря, вот, я вижу, что там просмотров немного, лайков и тому подобное, но мне дико нравится игра, в плане того, что, ну, надо, хочется узнать, чем все закончится. И вот, я все думал, записать или не записать, но все-таки вот на середине этого, ну, не на середине, в начале практически, что там и как, вот, чем все кончилось. Вот, Тикако Ситёджи была моей подругой, хотя, пожалуй, подруга не самый подходящий термин. То есть, прикол в том, что он говорит, я от тебя скрыл деталь. Я еще когда проходил, думаю, блин, как-то все запутано и странно. И вот, интересно, если бы мы сразу на хорошую концовку вышли, он бы тоже во второй раз что-нибудь рассказывал или нет? Ладно, я уважал ее, мы часто обсуждали, заслуживает ли человечество, которое ей было поручено оберегать спасение. Я что-то не помню, кто это, что это за баба. Думаю, со времен она в равной степени научилась любить и ненавидеть свой вид. Ух, только послушайте меня, опять разглагольствую. Почему она осталась носителем маски, если так сильно ненавидела людей? Вот, вот, вот кто, походу, маску носил в самом начале. Возможно, она чувствовала, что они не использовали второй шанс, который она им предоставила. Это огромное бремя быть носителем маски, принести в жертву свою собственную человечность и оставаться на страже у двери. А, видимо, вот эта Руби или как, ну, красноволосая, она тоже носитель маски. И, походу, вот она как бы тоже, как бы, людей, наверное, ненавидела. Или типа такого. И, кстати, я еще заметил то, что, когда мы зашли в комнату, то там, где видели эту Руби и моменты вот эти, был мертвый мужик. И этот мертвый мужик, оказывается, это тот чувак, который обнаружил ее как бы мертвой. И она, походу, уже после всего этого убила его, я так полагаю. Потому что, когда второй раз игру проходишь уже, ну, более лучше замечаешь некоторые вещи. А чего на самом деле КМНК так отчаянно пытались защитить нас? Ранее вы сказали мне, что это было для того, чтобы оградить людей от злоупотребления божественной силы. И теперь же это звучит совсем иначе. Словно она пыталась остановить что-то. Стоять на страже двери значит не быть ни человеком, ни богом. Ради того, что ни одна из сторон не смогла пересечься с другой. Человечество не становится ни перед чем, чтобы завоевать мир. А мир лишь хочет восстановить баланс, который пошатнуло человечество. То есть, короче, тот, кто носит маску, какое-то дело, видите, важное делает. Звучит так, словно это битва, которую нельзя выиграть. Не думаю, что победа является целью, вы предоставляете... Вы представляете, на что способны люди? Стоит им лишь избавиться от своих эфемерных желаний и жажды завоевания. На мой взгляд, после стольких лет службы в полиции, я поняла, что человечество еще очень далеко от этого. Так что... так что с ней произошло? В какой-то момент она просто перестала быть носителем маски, так? Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Для начала, ну вы должны кое-что сделать для меня, или вы уже забыли? Ха, видите, он даже и тут говорит, принеси мне книгу. Правда? Ах, да, я помню. Вы говорите о журнале, а журнал, который должна была вернуть, когда была тут первый раз. Зачем? Какой смысл опять возвращать его? Если я уже знаю, чем это кончится. А, блин, интересно, тут в третий раз можно перепроходить игру или нет? Но вот, опять же, игра ломает четвертую стену. Это круто. Потому что именно так наши разговоры продолжаются. Так было всегда. Я такой же раб событий, как и вы. После этого расскажете мне все. Да, я расскажу вам, чем закончилась эта история. Так и быть, я скоро вернусь. Ну, короче, друзья, мы пойдем это все сделаем и продолжим на этой истории. Потому что вы это уже видели и будем продолжать дальше. И в следующий раз я выберу, конечно, другой вариант. Так, и мы снова тут, с возвращением, детектив. Рейна, последний носитель маски, бедняжка. Она не имела ни малейшего представления о том, что было для нее уготовано. Так же, как и новая КМНК, будучи под руководством таки массы, не поняли, что натворили на самом деле. Вы обещали мне конец истории. Ну, давайте послушаем. Конечно, боюсь, счастливым его не назовешь. Спустя какое-то время... Блин, мне кажется, что мы носителем маски и сами сможем быть. А спустя какое-то время Ситюдзи стала забывать себя. Бессмертие, дарованное маской, отделило ее от воспоминаний о том, как она была человеком. Создания, которых она должна была защищать, становились все более чуждым для нее. Неутихающие голоса ее мертвых собратьев и слова Ками, которые она не могла понять, сводили ее с ума. Ну, как и эту, короче, то же самое. Ее ненависть и печаль обернулись жаждой крови, приносящей в жертву маски и тьме все новые души. Девочка, которую я знал, исчезла навсегда. Она стала монстром, последняя искра человечности, проявилась лишь в ее последнем поступке. Однажды, чтобы уничтожить себя, она пробудила маску и вошла в дверь. Был лишь небольшой промежуток времени, когда маска могла найти нового хозяина и сохранить контроль над тьмой, но никого не нашлось. И у тьмы больше не было хозяина, и тогда она начала питаться человеческой ненавистью, просачиваясь в наш мир. К тому времени, как Токимаса нашел маску, в мире уже начали появляться странные создания. И, короче, намек на то, что мы тоже маску, наверное, сможем как-то надеть и пройти, а может и нет, хрен его знает. Энергия тьмы смешалась с энергией этого мира, и нечто появилось на свет, а оно росло во тьме. Это был не камень, не человек, это было что-то новое. Хоть связь Рейны с маской замедлила его рост. Рейне не хватило силы воли сопротивляться грядущим, и в этом я уверен. Это ведь не конец истории Сетёдзи, которую вы мне обещали, не так ли? Это конец моей истории. Вы знали, вы всегда знали с этого момента, как я вошла сюда, вы знали, что была уготована для меня. Как бы то ни было, я сожалею, как я и сказал, этот конец несчастливый. И вы думаете, что я просто смирюсь этим, брошу все и стану каким-то пугалом во тьме? Вы увидели, что из себя представляет тьма, и на что способна. Представьте, как тьма распространится по миру, оскверняя все, к чему прикоснется. То есть, погоди, мне надо отдать свою жизнь, чтобы тьма не распространялась в мире? Серьезно? И только вы можете остановить это, но ваш выбор, я не могу заставить вас. Коллекционер сказал, что сопротивляться единственный способ, остаться человеком и сохранить свободу. Может быть, можно ее надеть, но сопротивляться? Это правда, плывя против течения, вы сможете обрести некоторый покой, но это не сделает вас свободной. То, что ожидает вас, уже произошло. Рано или поздно вам придется принять это. Охрененно, просто замечательно. Но, по крайней мере, сейчас у нас есть выбор. Забыть и остаться с собой, идти навстречу судьбе. Подожди, тут что, тоже сюжет может повернуться? Или что? Забыть и остаться с собой, идти навстречу судьбе. Блин, я даже не знаю, но у меня есть сохранение, я могу перезагрузиться, если что. Давайте пока забыться и остаться с собой. Попробуем, что будет. Я не хочу этого, я хочу оставаться с собой как можно дольше. Все в порядке, дитя, попробуйте остальные варианты. И в то немногое время, которое вам осталось, пока мы не встретимся снова. Блин, мне что, реально придется возвращаться сюда? Да ладно, получается... Хм, что-то я ничего не понимаю, что получается. Ведь тут игра не обрывается. Устроившись поудобнее, историк Ясухиса небрежно излагал все, что я пережил, а словно читал книгу. Вот, массовое самоубийство, древние секты и двери в мир духов. Звучит как миф. Как интересная история, которую рассказывали путешественникам в былые времена. Сложно поверить, что все это связано с Кадзуки и Рейной. Не могу понять связь между самураями и с Камакурой и молодой девушкой. Он сказал, что Рейна вписывается в историю, она носитель маски, но как? Я Сухиса коллекционер. Я подумала, что встретив их, я попала в их мир. Начала что-то понимать, хотя смутно, но моя интуиция детектива подсказывала мне, что они все еще что-то от меня скрывают. Возможно, я слишком много об этом думаю, мне нужно двигаться дальше. Вообще, какой сегодня день? Как много я гоняюсь за этими зацепками? Да, вот, и вот это мы уже видели, короче. Да, вот, может мне принять лекарство. Хоть трудно в это поверить, но преследование стариковской догадки кажется мне наилучшим шансом наконец-то понять маску. Даже так Аси не знал, что произошло с КМНК, и чтобы продвинуться в расследовании, мне понадобится полицейский отчет. Несколько назад недель, так вот, я с легкостью могла поспрашивать и получить дело. Думается, мне это будет немного сложнее. Так, 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 вот в отдел пойти и тому подобное. Кстати, в этот раз, когда я проходил, я дал заметить себя на камерах, поэтому я даже не знаю, что будет. Что-то я уже не помню, в штабе полиции нам дадут сведения или нет. Что-то я уже этого не припомню. Сейчас посмотрим, разберемся. Но вроде и не должны дать. А, ну да, 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 с Тайрой сейчас, короче, будет разговор. Ну все, друзья, сейчас тогда будем вырубать и смотреть, что будет дальше, чего мы не видели. Я не знаю, друзья, был ли тот момент такой, был ли тут разговор, но тут она говорит, После того, как флешку посмотрела, самоубийство молодой девушки в Синдзюку дало мне знать о существовании тьмы. Теперь я знаю, что древнюю маску можно использовать, чтобы найти дверь, которая может стать ключом к возвращению Кадзуки. Вот. Разгадки этих двух тайн должно было хватить, чтобы открыть путь во тьму, но... Хотя я и могу чувствовать тьму. Что-то все еще не так. Не хватает еще одной части головоломки. Моя чутье подсказывает, что недостающая информация, которая мне нужна, связана с тем, что произошло в Каменкай. И вот, опять же, поговорить, заставить говорить ту женщину, бабушку, кого она. Вот. Ну, глянем, честно говоря. Попробуем и другие концовки. И... А знаете, я тут заметил одну вещь. Когда я читал флешку, и не только там, почему-то Ита отсюда перемещалась сюда. И она как бы закрывала текст. Я не знаю, для чего это сделано. Но давайте попробуем еще принять таблетки, потому что там нервозность и тому подобное у нас неплохо. Кстати, вот мои статы, когда я сейчас прохожу. Как бы уравновешена, напряжена немного. Ну, вроде более-менее. Не знаю. Вот, 2 часа 20 минут я потратил, чтобы дойти практически до финала. Вы представьте, да? Каждый раз я мог бы, не знаю, 3-4 видоса за это время записать. Так что я надеюсь, вы как бы оцените это и хотя бы поставите лайк за старание. Итак, дорогие друзья, знаете, в чем прикол? Я дошел до этой, как бы, каменкай группы. И вот тут что я увидел? Миска. Ее можно походу взять. Жрецы приготовили мой дух для вознесения, в то время как я подготовил свой разум для исполнения долга. С осторожностью они погружали кисть, миску писали, символы на моей груди, используя мою уже кровь в качестве чернил. Лишь когда я подам сигнал о том, что готов стать сосудом. Лишь когда жертва моей родни будет что-то значить. На этом все. Короче, друзья, там в начале еще вы офигеете, но я не знаю. Я тупанул, но в начале о чем-то говорилось вот тут в этой комнате, вот в этой. И я подумал, что это уже было. И знаете что? Я просто промотал, там была какая-то история самураи. Самураи эти запугивали то ли детей, то ли что-то такое, то ли кто-то запугивал их, короче. Тут все то же самое, все точно такое же. Вот миску мы эту взяли. Эта миска, ее не было в прошлый раз вроде, если я не ошибаюсь. Как бы вот так вот. Я теперь не знаю, куда мы выйдем. Просто, короче, тут все по-другому. И теперь, если мы придем и очистим ту хрень, что там может быть будет. Вот нож, посмотрите. Несмотря на все те годы, что он пролежал в лесу, лезвие по-прежнему влетит чистым и острым. И предсмертные вздохи моих умирающих братьев по всей пещере эхом отдавались от стен. Сначала медленно, затем все громче и громче. И вскоре к ним присоединились вопли женщин и детей. То есть, кто-то убивал походу туда всех или что? Как бы смотрите теперь уже, что получается. Получается, что кто-то убил их. Они не сами себя убивали или что? А может быть, вот может быть. Момент скрепления нашего договора был близко. И лишь смерть, что мы спланировали, отвечала его требованиям. Как только жерез закончил приготовление, он преклонил колени передо мной. И без колебаний выделил нож в его сердце. И что-то вот смотрите. Записка написана довольно современным слогом. Возможно, ее автор таки масса. В конец близок я могу видеть искривленные образы тех, кто блуждает в тенях. Глупцы не видят надвигающуюся на нас кару. За все наши крехи лишь я могу привести к спасению. Я изучил старые тексты, постиг заключенную в них истину. Скоро я подготовлю девочку. И в непорочности сгонит тьму и приведет наши души в земли к каме. Верные мне не боятся умереть. Они убедят других сделать то, что должно быть сделано. Завтра начну последнее приготовление. Эмика уверяет меня, что те, кто отведают пищу, умрут чистой смертью. Следуя моим указаниям, она также подготовила и мои собственные средства спасения. Все, что мне нужно, немного крови этой девочки. И все будет в порядке. Скоро лежащая над этим миром тень людского механизма будет развеяна. Вот этого ничего не было. Просто ничего. Я еще когда проходил игру, я такой думаю, при чем тут те самураи? При чем тут та история? При чем это все тут? Вообще как-то все странно. И когда я на БДН вышел, я вообще не понял, если честно, что произошло? И что вообще должно было произойти? И вот теперь я думаю... Вот мы взяли уже две вещи. И вот сейчас будет тут еще одна вещь. Вот она. Давайте посмотрим, что это. Что это? Похоже на простой деревянный амулет, как я его не заметил раньше. Опять же, нам, наверное, надо его брать. Странно. Словно, я снова там. Где там? Непонятно. Короче, опять заставка. Опять мы сейчас, наверное, выберемся. Вот. Какие-то маска, походу, на маленькой девочке, да? Ну, она, да, стояла одна там, я так понимаю. Короче, полная жопа. Я не знаю, что делать. Вот сейчас опять идти к бабке. Может, сейчас она как-то изгнала бы демон. Демона или нет. Где лесная тропа? Я что-то увидела и побежала. Когда я нашла амулет, он рассел туман, который окружал меня и показал мне истину. Видите? Если бы я не взял бы амулет, то вот получился пипец. Маска Каманка и Рейна была там все время. Они перебили друг друга и заставили ее надеть маску. В этот день все началось, когда Рейна стала носителем маски. Когда ее страдания по-настоящему начались. Пульс тьмы снова изменился. И расплывчатая картинка, которая была у меня раньше, стала четкой. Все, что мне нужно положить, и там, наконец, находится в моих руках. То есть? То есть? У нас будет сейчас выбор, куда пойти или нет? И опять у нас есть момент, что мы можем сохраниться. Я, честно говоря, не знаю, на какое сохраняться, потому что я бы хотел переиграть, попробовать другие выборы, но даже не знаю. Давайте на самое начало я пересохранюсь, перезагружусь. Я уже не знаю, как это назвать даже. Куда нам следует сейчас идти? Тоже непонятно. Интересно, как давно это было? Человек в коллекторах, девушка с красными волосами, детектив. Короче, это уже было. Давайте проматывать. И сейчас глянем, на чем мы остановимся. Так, действительно ли я видел эти вещи в лесу? Это было по-настоящему хоть что-нибудь из этого? Я уже ничего не знаю. Каждый раз, когда я начинаю понимать правила, что-то возникает и ломает их. Но вещи, которые я видела про КМНК, такие массы, про которые я не могла узнать сама по себе. У меня с собой маленькая деревянная маска, из-за которой умерло уже столько людей. Теперь я сама планирую ее использовать. Это как-то неправильно. Именно ее боль я снова ощутила в поселении. Даже сейчас тьма не кажется мне чуждой. Я чувствую, как она взывает ко мне. И, друзья, прикол-то в том, что у меня сейчас есть сохранение. Теперь я могу переиграть и показать вам разные концовки. Я потратил на это 3 часа где-то. Я должен был другие видосики записывать, да? А я потратил на это столько времени. Но, наверное, это был момент, который изменил все. Средоточие всех ее несчастий. Тьма пропитана теми же муками, страданиями маленькой напуганной девочки. Интересно, я видел настоящую Рейну или девочка давно мертва? В любом случае, то, что от нее стало, сейчас находится во тьме с Кадзуки. Мой единственный шанс снова увидеть Кадзуки, это отправиться в эти грязные тоннели и найти дверь. Только тогда у меня будет хоть какая-то надежда использовать ее, чтобы изменить его судьбу. Но в таком случае придется принять участие в обмене, в котором у второй стороны рука будет спрятана за спиной. Я буду вынужден обезогорочно принять цену. Может быть, я сейчас к бабке пойти опять? Может, сейчас они очистят маску? Я надену ее? И все нормально будет или нет? Кадзуки Танако, человек, ради которого я перенесла столько страданий, безмолвствовал, чтобы найти и его, и дверь. Я должна использовать маску. Я видела, во что превратилась Рейна из-за маски. Со мной произойдет то же самое? Теперь, когда мне известен путь, действительно ли я этого хочу? Эта ужасная вещь была создана из страданий. Две разные группы подпитывали ее жизнями невинных. К чему все эти игры? Вся Камэнкай вымерли ради нее. Она довела меня и человека, которого я люблю, до самых темных глубин, о которых мы когда-либо знали. Почему бы мне ее не уничтожить? Я знаю почему. Потому что вместе с ней я уничтожу... Да, Кадзуки и Рейну, вот. Я сделал все возможное, чтобы подготовиться, но времени на раздумья больше нет. Пришло время положить конец всему этому любым способу. Синдзику Камакура, две места, где мой начался путь и где он должен окончиться. Вот, мне нужно выбрать, пойти дальше по пути, во тьму или вернуться к свету. Если мы к свету пойдем, ничего хорошего в этом не будет. Но раз такая вот пьянка, погнали, наверное, в Синдзюку. Или в Синдзюку, как ее там называют. Попробуем, что у нас тут будет, что у нас произойдет. Я даже без понятия, нужно ли входить сюда или нет. А ну-ка сейчас посмотрим для интереса, проверим. Может, что-то поменяется, нет? Тут хотя... Ой-ей, поднимай тревогу, это детектив вернулся. Проклятик, каждый раз, когда я прихожу сюда, ты... Ха-ха, не переживай детектив, я просто тебя подкалываю. Кроме того, а меня это больше не касается. Что? Я убираюсь отсюда. Подожди, это другая работа, с которой что-то нечисто, ты же не... Нет, ты, наверное, мне не поверишь, но я правда последовал твоему совету. А, вот я же сказал, типа, там что-то... Что-то перед этим я сказал. Чего же мне самой с трудом в это верится. Я так большина. Фу, не думал, что ты такой крутой детектив, окажется таким ранимым. Да-да, в любом случае, куда ты отправишься? Не знаю, думаю, что я уеду из города. Мои большие мечты вроде как поблекли на общем фоне, и теперь мне сложно жить здесь, не возвращаясь к старым привычкам. Это словно как нажать на кнопку перезагрузки, верно? Кнопка перезагрузки, да. Мне бы сейчас пригодилась такая. У нас есть и так она. Дела стали совсем плохо? Ещё не знаю, наверное, единственный способ это выяснить, двигаться вперёд. Я могу чем-то помочь? Не, не смотри на меня так, я серьёзно. В этот раз без шуток. Спасибо, но думаю, что мне самой лучше разобраться со своими проблемами. Тогда зачем ты сюда пришла? Не могу сказать. Думаю, я вроде как оказалась тесно связана с этим местом. Зачем так, как будто бы тебе нужно уехать из города? На мой взгляд, плохие места ведут к плохим воспоминаниям, которые ведут к плохим решениям. А я эксперт по плохим решениям. Мне сейчас вот интересно, она просто уйдёт. И это типа сделали в этой игре для того, чтобы мы просто узнали, какая у неё судьба будет, рандомного персонажа, серьёзно. Эх, пожалуйста, пожалуй, теперь ты на самом деле можешь закрыть это место, если хочешь. Это стало бы отличным прощальным подарком. Удачи. Не оставь при себе свою дачу. Кажется, тебе она нужнее, чем мне. Ещё увидимся, Ита. То есть, мы просто поговорили с ней, узнали там чё-то там. Да нафиг оно мне надо, серьёзно. Я даже к этому заходить не буду, потому что мне неинтересно это просто-напросто. Я думаю, это и вам неинтересно. Я не знаю, что сюда ещё входить. Короче, идём по-главному. Рандомные персонажи — это самая глупая хрень, которую можно в игру вставлять. Серьёзно. Я не думаю, что какой-то человек, который будет проходить эту игру, ему будет интересно, что там с этой девушкой из хостеса случилось. Или, когда я пришла сюда первый раз, я был настолько уверен, что смогу спасти Танаку в одиночку, что даже не задумывалась над своими действиями. Сейчас я делаю то же самое. Мы идём... Я не знаю, получится у нас или нет, но у нас есть и другие финалы, которые мы можем взять. Я не знаю просто. Сейчас посмотрим самый главный, наверное. Что там произойдёт? Причём, а что было бы до этого, если бы мы сюда пришли с этой штукой? Непонятно вообще ничего. Когда я нашла тело Кадзуки, он был в маске. Она заставила его надеть её так же, как и заставили её. Даже после всего, через что она прошла, она всё равно сделала это с ним. Смогу ли я по-настоящему простить её? Так, идём. Осмотреть, спуститься вниз. В этот раз всё будет иначе. Лестница больше не ведёт в бесформенный тоннель. Райна прямо внизу, я могу чувствовать, как меня затягивает к ней. Надеюсь, у нас всё получится, потому что у меня есть сохранение. Надеюсь, ими дадут воспользоваться, потому что было бы не очень-то нормально, если бы не получилось. То есть, я не думаю, что тут надо решать загадки, да? Можно идти вперёд. Походу, да. Так, открыть. И что, он откроется просто? Просто откроется? Серьёзно, он был открыт? Тоже как-то странно. Ну ладно, идём. Короче, видите, как бы финал нам показывают. Я не думаю, друзья, что я все один из концовок пройду, и я не думаю, что они прям такие настолько интересные. Мне кажется, что самые важные, так это те, которые сейчас мы увидим. Блин, зачем вот это делать? Такой странный спуск вниз. И если там внизу что-то вроде есть, то давай же спускайся нормально. Или нет, или мы будем полуждать бесконечно. Идти глубже. Идём. Не знаю. Так, опять сохранение. И вот на этом сохранении нам нужно бы перебили... Блин, там неужели там тоже выборы будут? Серьёзно? Эти выборы тут везде, что ли? Давайте здесь сохранимся. У меня уже 3 часа моей игры, чтобы для вас записать одно видео. Представляете? Это ужас. Просто ужасницяцкий. Ну, блин, мы должны посмотреть, чем же закончится игра. Потому что, по идее, как... Она должна принести себя в жертву, наверное. Я хрен его знаю. Тут так объясняется. Может, какая-то будет хрень. Что-то произойдёт, и мы поменяем сюжет или концовку. Так. Это не загадка случайно. Такое ощущение, что там вода, и... Идти ещё глубже. Да куда же там глубже? Сколько мы так будем пробираться? Это типа Metal Gear Solid, когда ты бродишь и бродишь по этому. По лестнице там. Там есть очень длинные лестницы. Что в первой части, что во второй. И ещё глубже. Короче, под землю. В самый центр земли. Сейчас спустимся. Ещё. Да серьёзно. А ну, а тут ничего нету? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вроде нет. Пока я пробирался сквозь это гнетущее, одинокое место, я постепенно начинал ощущать присутствие кого-то ещё. Тьма пробудилась и начала вздрагивать, словно всхлипывая. И я почувствовала, как меня охватила гнетущая тоска. Чувство, которое у меня возникло в этом месте, было мне знакомо. Я медленно поняла, почему Рейна. Она сидела, словно потерявшаяся девочка, будто бы она пробыла здесь уже долгое время и не знала, куда идти. По ней было видно, что она не собиралась бороться. И она бы ни за что не набросилась на меня в этом месте. Мы были равны. Она поднялась на ноги. Когда увидела меня, она выглядела сбитой с толку и отчаявшейся. Всё началось с неё. Всё, через что я прошла. Я положу тому конец. Так или иначе. Я надеюсь, что-то у нас за выбор хотя бы будет, чтобы поговорить или типа того. Всё, забудьте выступить против Рейны, стать носителем маски. Та ты чё, серьёзно? Стать носителем маски. Серьёзно, два выбора. И всё, больше ничего нет. Ну давайте и тот, и тот посмотрим. В любом случае мы сохранились. Это три концовки, мы уже посмотрим. Давайте попробуем сначала всё забыть и выступить против Рейны. Так, ты пришла, да? Хотя я сказал тебе оставить меня в покое. Причём ты просто не можешь забыть меня и оставить меня в покое, а? Вот оно что. Хе-хе. Ты хочешь и дальше причинять мне боль, верно? Ха-ха-ха. Жаль тебя разочаровать. Но если ты хочешь отомстить, ничего не выйдет. Нет, тут внизу не получится выжибить мне мозги. Тьма не позволит тебе. Ой, я задела твои чувства. Так далеко нанесла свой маленький пистолетик, и это было напрасно. Ты расстроена. Я не принесла его, нет смысла. Я не выстрелила в тебя, когда ты захватил лотанок, и не стану этого делать сейчас. Ха-ха, не пытайся меня дурачить. Это не означает... Это не значит, что тебе этого не хочется. Ха, подумай только. После всего, что я сделал, в итоге здесь появилась именно ты. Забавно, не так ли? Не так ли? В конце концов, ты была должна стать только лишь приглашённой звездой в моём маленьком шоу. В небольшом дополнении, чтобы немного оживить обстановку. Затем ты продолжаешь заявляться без приглашения, выкапывая каждую острую штуку, которую сможешь найти, чтобы ткнуть в меня. Теперь я не могу от тебя избавиться, понимаешь? Это очень забавно, верно? Чтобы мы не делали нас снова сводить вместе. Нам стоит извлечь из этого пользу. Ты права, мы не можем избегать друг друга вечно. Судьба освела нас вместе. Поэтому всё, что мы можем, это довести дело до конца. Даже когда я видела тебя в лесу, ты была здесь, внизу, не так ли? А где ещё добрал пожаловать на конечную станцию? Я не понимаю, здесь так ужасно. Почему ты не пыталась выбраться на поверхность? Зачем мне возвращаться? Какой в этом смысл? Когда я так делаю, то если я оклядываюсь по сторонам, то больше не узнаю город. Улицы изменились, звуки изменились. Всех тех, кого я знал, и кто был мне дорог, больше нет. Ты не знаешь, каково это. Каждый новый день похож на предыдущий. Я испытываю всю свою старую боль снова и снова и снова. Люди не меняются, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько прошло времени, они всё равно смотрят на меня, как на вшивую псину, которую можно пнуть и пройти мимо. Они ненавидят меня. В конце концов, я всё равно окажусь здесь. Так зачем сопротивляться, по крайней мере, здесь внизу ничего не меняется? Когда я была маленькой, мне говорили, что всё будет в порядке, если у меня будет маска. Но затем мама умерла, и полиция забрала. Ой, извиняюсь, её у меня... А, вовремя. А с тех пор всё пошло наперекосяк. Ах, это аллергия. Никому не было до меня дела. Полицейские приёмные семьи, другие девочки из агентства, они все меня ненавидели. Они хотели, чтобы я умерла. Ты такая же, как и все остальные. Только когда-нибудь ты состаришься, умрёшь. А я буду всё ещё здесь. Если только ты не отдашь мне эту маску. Мне всё так просто. Владение маской не решит всех твоих проблем. Всё именно так просто. Все постоянно говорят мне, что так просто быть не может. Но почему бы и нет? Ничего из этого не произошло бы, если бы не ты. Если бы ты просто отдала мне её, то ты смогла бы жить своей идиотской жизнью мечты. И если бы мы отдали... Что бы произошло? Мир погрузился в хаос или как? Вместо этого тебе захотелось стать героем. Судить нос не в своё дело. Почему бы мне ею не воспользоваться? Мои проблемы не так важны, как твои. Так и есть, правда? Всё вертится вокруг тебя. И того, чтобы снова сделать твою жизнь счастливой. Я не дам быть тебе счастливой. Не дам. Если ты не станешь мне помогать, пускай. Но я продолжу вредить тебе. И если ты думаешь, что тебе сейчас плохо, ты половины всего не знаешь. Или ты могла бы отдать её мне и продолжить притворяться счастливой, в то время как я снова найду дверь. Снова ты её уже видела? Я не совсем понимаю, что по-твоему должно произойти, когда ты её найдёшь. Но всё-таки... Но всё, что мне удалось узнать, говорит о том, что она опасна. Нет, ты ошибаешься. Дверь не для тебя. Коллекционер так и сказал. Он сказал, что если у меня будет маска, я смогу снова найти её. Он сказал, что если я найду храм, принадлежащий к Каванам, то я найду её. Всё, вот тут непонятно, каким тогда местом она жива и каким она местом сейчас, как вот в проклятии ходит и тому подобное. Как? Это маска сделала или что это сделала? Так ты тоже встречала его, Рейна? Он пытается нам помочь. Скорее всего, он играет с нами. Заткнись, ты ничего не знаешь. Или она реальный человек, я не понимаю. Это бред какой-то, я уже ничего не понимаю. Он сказал мне, что маска позволит мне снова увидеть дверь. Прямо как в тот день, когда умерла мама. Когда они надели на меня маску, я закрыла глаза, как мне и сказала мама. Даже когда людям стало плохо, они начали плакать, когда я увидела её дверь. Хотя мои глаза всё ещё были закрыты. Когда я смотрела на неё, то услышала мамин голос. И я знала, что если я найду её, то всё будет хорошо. Дверь это, короче, я не знаю, в лимбо, в рай. Думайте, как хотите, в ад или в потусторонний мир. Я открыла глаза, и она пропала. Они забрали маску. Я увидела маму на земле. Она больше не двигалась, как кукла. Во всём виновата... Ну, это она рассказывает, когда все поумирали, поубивали себя, походу. Во всём виновата я. Наверняка я где-то ошиблась. Но он сказал мне, что если я найду маску, то смогу всё исправить. Теперь я несу наказание за то, что крупно облажалось. Что оказалось не такой непорочной, какой мне говорили быть. Кроме людей вроде Хигаси, им не следовало меня обижать. Им следовало оставить меня в покое. Мне нужно было наказать их. Я просто хотел, чтобы они прекратили обижать меня. Это ведь не делает меня плохим человеком, верно? Ты понимаешь, да? Самое смешное, что если бы Танека был здесь, он бы понял. Даже после всего, что ты с ним сделала. Таким он был человеком. Рейна, это не твоя вина. Это выше твоих сил. И так было всегда. Вот почему Танека так упорно преследовал тебя с самого начала. Ты была не просто какой-то сиротой. Каким-то образом он видел тьму, которая была за твоей спиной. Если бы только он рассказал мне об этом, я была бы рядом с ним. Помогла я ему. Но я... Ты могла бы помочь мне, Аяме? Он помогал мне. Он собирался спасти меня. Тогда зачем? Если он помогал тебе, зачем вредить ему? Я не хотела причинить вред Танеке. Но это был единственный способ привезти его сюда. Тем же способом, каким я попала сюда. Я думала, что во всем разобралась. Но мой белый рыцарь бросил меня. Ушел куда-то еще. Оказывается, это была всего лишь очередная глупая идея глупой девчонки. То, что ты сделал с Танекой, было неправильно. Но ты все еще можешь это исправить. Ты привела его сюда с собой в ту ночь. Где он? Я не знаю, где он. Просто расскажи мне с самого начала, что произошло. Я... Меня трудно вспоминать. Я до одного не понимаю, как она пытается его взять, если его убили, по идее. Как бы. То есть, душу его или что? Пожалуйста, постарайся. Все пошло не так, как я задумывал. А когда я вернулась в Синдзику, я вспомнил, как очутилась во тьме. Я знал, что мне нужно делать, чтобы Танека был со мной. Вот только маска не пробудилась. Она не шумела, как это было в Камакуре. Поэтому я заставила тебя прийти в тоннель ко мне и Танеке, чтобы я могла пробудить ее. Затем я порезала ему горло, вернулась во тьму и стала ждать. Танека тоже там очнулся, но маска пропала. Он не умер? Он был, как я? Или мне так показалось? Первое время он выглядел нормально. Он затем начал бродить, уставившись в пустоту, говоря с людьми, которых там не было. Бедный Танека. Думаю, я сломала его, а я Митян. Так он был здесь внизу. Скажи мне, где он сейчас? Хе-хе, ты не понимаешь, да? Я не знаю, где он, и меня это не волнует. Танека бросил меня. Даже когда он был здесь, он постоянно бормотал о том, как собирается помочь тебе. Он что-то дал тебе, не так ли, предатель? И иначе, как тебе удалось находить меня раз за разом? Он даже сказал, что видел дверь. Но он не взял меня с собой. Я ненавижу его. Почему он оставил меня? И почему я решил, что Танека станет помогать глупой девчонке вроде меня? Было глупо пытаться защитить его, затащить его сюда. Коллекционер сказал, что с помощью маски я смогу найти дверь. Я просто не хочу быть одна. Вот и все. Мне кажется, коллекционер это какой-то, я не знаю, тоже, опять же, чувак, который знает все в этом мире. Мы, ну, он не объясняется, как он знает там подобное. Просто он знает все. Да, теперь ты здесь. Думаю, маска тоже. В итоге он мне не понадобился. Его больше нет. Ты ошибаешься. Я чувствую, что здесь что-то не так. Он ждет меня. Правда. Может, он около двери. Пожалуйста, отведи меня туда. Не оставляй меня. Маска открыла тьму и привела меня прямо к Ренни. Теперь, когда я здесь, я чувствую ее пульсирующую, словно бьющееся сердце. Дверь. Непостижимое место, где случай и судьба не имеют значения. Там находится Кадзуки. Теперь я знаю, что произойдет, если я отведу ее туда. Она получит то, чего действительно хочет. Она обретет покой и наконец-то станет свободной. Больше никакой боли, никаких страданий. Возможно, это то, чего бы хотел Кадзуки. Но если я сделаю эту тьму, а снова изменить свою форму, и я потеряю всякую надежду найти его, то вы не говорите, что сейчас еще будет выбор. Он окажется заперт здесь. Будет ждать меня. А я никогда не смогу рассказать ему правду о том, что он страдал. Это при условии, что оставшись там, Кадзуки Танак, а все еще тот самый человек, которого я люблю, в любом случае, должна кем-то пожертвовать. И ответственность за этим лежит на мне. И должна сделать выбор. И оставить Рейну, спасти Танаку, простить Рейну и провести ее к двери. Подожди, оставить Рейну, спасти Танаку. Но я пожертвую собой, наверное, простить Рейну и провести ее к двери. Серьезно? Тут то один выбор, то второй выбор. А если бы мы воспользовались маской, что было бы? Ох, господи. Я сейчас посмотрю эти выборы, и я вам кое-что скажу в самом конце игры. Я скажу, это очень важно. Оставить Рейну и спасти Танаку. Ну я бы, чтоб, чтоб я выбрал бы. Ну я бы спас бы Танаку. Ну, наверное, я бы это выбрал бы. Пожалуйста, не делай мне больно. То, что я сделал с Танакой, это был единственный способ. Ты же понимаешь, понимаешь? Нет, ты ошибаешься. Но, возможно, правильной пути и вовсе не было. В чем-то это похоже на меня. Хватаешься за любую возможность. Он все еще может быть там, внизу, как ты и сказала. Будет ли Танак, которого я найду настоящим Танакой? Если я воспользуюсь маской, буду ли это настоящее я? Я уже ни в чем не уверена. Ты, правда, собираешься идти за ним? Я даже... Нет, честно говоря, я даже не знаю, какой бы я выбор взял бы, потому что я не понимаю, что произойдет, если я воспользуюсь маской. Нет, мне придется пожертвовать гораздо больше и еще сильнее податься тьме. Он бы не хотел этого. Знаешь, долгое время я не видела ничего, кроме твоего лица. Еще со времен Камакуры. Это побуждало меня пробираться сквозь свою печаль. Потому что я думала, что я делаю что-то хорошее и оставлю свои проблемы позади, если стану героем и уничтожу древнее зло. Ты стала демоном, символом всей моей ненависти. Всего плохого, что произошло со мной в тот день. Нет, это не так. Я не демон. Нет, конечно, нет. Ты всего лишь ребенок и всегда им была. К тому же я не герой. Сомневаюсь, что герои вообще существуют. Теперь я это понимаю. Я, ты и Танака, все трое были только лишь бумажными куклами, попавшими в шторм, унесенным потоком ветра. В этой игре, кстати, минус-минус тем, что... Я уже говорил, это растягивание очень много... Ой, 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 что я делаю? Чуть стол не опрокинул. В этой игре слишком много пиздежа вообще на левой темы. Вот унесенные ветром, которые мы... Они к чему-то пытаются прийти, но к этому они не приходят. Растягивание, тяготение, кота за яйца просто. Вот, вот, пипец. Можно было бы реально охуенную игру бы сделать с классным сюжетом. Но вот эти вот разговоры, они просто ни в какую, просто... Ух, это я не знаю. Они тянуты, тянут, тянут, тянут. Вроде выбор один сделал, ну давай, проделай что-нибудь. Нет, я буду еще попить ее полчаса. Меня уже бесит, это реально хрень. То есть, не то, что бесит, меня просто это немножко... Ну, не знаю. Прости, я не хотел, чтобы все получилось именно так. Я просто хотел найти выход, и я хотел быть нормальной. Танака был одним из самых умных детективов, нет? Одним из самых умных людей, которых я знал. А мне кажется, он понимал, что должно произойти с ним. Возможно, вот к чему это сейчас разговор этот, я не понимаю. Возможно, именно поэтому он так отстранился. Как бы я хотел, чтобы все сложилось именно так. И для тебя, Рейна, я знаю, что произошло с тобой, знаю все. Не знаю, как я увидела все это, но я не могу просто закрыть глаза на такое. Никто не заслуживает того, чтобы пришлось тебе пережить, Рейна. Каждый день ты жила как в аду, без любви и света. Это было ужасно. Ей это сожаление сейчас вообще, ну мне кажется, не очень как бы поможет. Мы подвели тебя, я сожалею об этом. Я прощаю тебя, Рейна. Ура! Мне больно это говорить так эгоистично, правда. Я не могу забыть ту боль, которую ты мне причинила. Как бы сильно я не старалась, но я прощаю тебя. Потому что в какой-то момент этот ужасный цикл должен был быть прерван. То есть тут выборы настолько такие вот странные, что даже не узнаешь, что будет в конце. Хоть ты так сделаешь, хоть так. Поэтому я просто буду выбирать. И все, я даже не буду выбирать. Я просто все посмотрю и скажу, какая была нормальная и тому подобное. Я не хочу больше причинять боль людям. Тогда пошли со мной, позволь мне помочь тебе. Зачем? Куда мы пойдем? В двери ты говорила, что слышала свою маму, верно? Так давай увидимся с ней. И увидит ли она? Не увидит она. Мне страшно. Что если ее там нет? А что если я ошибалась? Все в порядке. Тебе нечего бояться. Ты сможешь отдохнуть, как ты всегда и хотела. Больше не придется возвращаться. Не придется причинять людям боль. Хоть я и не знаю, что тебя ждет. Но я знаю, что будет лучше, чем сейчас. Обещаю. А я, как ты думаешь, мне будет больно? Нет. Откуда тебе знать? Не знаю. Вот, вот, блять, просто, вот просто пиздит и все. Будет больно. Да я хер узнает. Да нет, просто ответила. Но тьма реагирует на чувства людей, которые находятся в ней. Каждый раз, когда я сталкивалась с ней, она отталкивала меня. Но сейчас все иначе. Все спокойно. Я пытаюсь сказать, что я не хочу причинить тебе боль, Рейна. Я хочу лишь помочь. Я думаю, тьма тоже. Ладно. Я готова. Что в этой игре одно хорошо, так это красивые арты. Да. Спасибо, Аями. Я не знаю, почему ты помогла мне. Но спасибо тебе. Я просто вам скажу то, что да, ну, концовок дохренища. Это круто, когда концовок много. Но они должны быть хорошие. Хоть как-то они должны цеплять. Например, вот эта концовка меня не зацепила. Я сомневаюсь, что и те зацепят меня. Годами Рейна искала двери. Все это время она была рядом с сокрытой, скучающей сетьми, которая менялась, реагируя на ненависть и страх Рейны. Маска тянула меня, словно направляя. И вместе одновременно мы оказались перед дверью. Мне было непонятно, почему я не заметила ее раньше. Казалось, будто бы она всегда была там. До этого момента я никогда не замечал, насколько она была маленькой и хрупкой. Стоя перед дверью, она дрожала, как осиновый лист. Крепко держась за руку, я успокаивала ее, говоря, что простила. Я знала, что если она сделает шаг вперед, то будет все кончено и она обретет покой. Я думала, что может я обрету? Ну, то есть я обрету. Долгое время она стояла, ничего не говоря. Затем она наконец-то опустила мою руку. Отпустила. И прошла через дверь. И как только она это сделала, ее образ начал тускнеть. Она улыбнулась. Не той безумной улыбкой из моего прошлого, а своей настоящей улыбкой. Улыбкой маленькой девочки. И теперь у меня в памяти именно эта улыбка. Свободная от ненависти и злобы. Тьма оставалась даже после ухода Рейны. Однако она начала изменяться в то время, как я оставалась в ее пределах, внезапно беспокойной, расширяющейся, словно вырастая. Как-то я поняла, что увиденное мною легкое свечение было из-за Рейны. Ее страх и ненависть рассели среди теней благодаря этому свету. И я смогла выбраться наружу. Но та, на кого мы не нашли, да? Маскла не затихла после исчезновения Рейны. С каждым днем она становилась все беспокойнее. В конце концов, я выбросила маску в моря рядом с Камакурой. И вопреки предупреждениям Сарайка Ванны, больше она ко мне не возвращалась. Однако я до сих пор иногда чувствую, как в глубине моего подсознания что-то покалывает. Если эту маску найдут кто-нибудь, то будет опять жопа. Когда девушка исчезла, воспоминания исчезли вместе с ней. Воспоминания о человеке по имени Кадзуки Танака и нашей с ним любви. Я нашла фотографии в своей квартире. Я знаю, что именно он изображен на них. И все. Также на меня смотрит лицо незнакомца. Иногда я просыпаюсь ночью в слезах. И это лицо вызывает ко мне из темных уголков моих снов. Я отчаянно пытаюсь вспомнить, почему это воспоминание все еще остается. Порой что-то в этих фотографиях в этой квартире кажется мне таким знакомым. Хоть я и не могу понять, что... Единственное, что я хорошо помню, это улыбку Рейны. И я понимаю, что в эти последние минуты она простила меня за все, что я сделала. Наконец-то я смогла обрести душевный покой. Вот такие вот дела. Честно говоря, концовка и не плохая, и не хорошая. То есть что-то среднее. И мне уже как бы сказали, что там вроде как концовок хороших и нет. Но, блин, может быть и есть. Надо бы посмотреть, друзья. Давайте посмотрим и другие концовки. Сейчас после титр опять должна быть какая-то хрень, наверное. Так что подождем.